В Ивангородском художественном музее завершается работа над грантовым проектом «Витражная летопись» по созданию картины стекла. Всего в музее представлено 8 витражей и скоро коллекция пополнится последним девятым экспонатом. Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Виктор Федосеев, я руководитель ремесленных мастерских «Верес». Мы занимаемся интеграцией подростков в различных ситуациях, начиная от здоровья и заканчивая связями с нашими правоохранительными органами. Почему мы находимся в музее? Во-первых, это одна из самых, наверное, важных наших последних задач, то есть проект, который был поддержан фондом президентских грантов. Это витражная летопись Ивангородской крепости. Почему мы решили сделать вообще в принципе летопись? Потому что для детей, для подростков, для туристов в первую очередь нужна визуализация. И когда я прихожу в крепость, мне бы хотелось увидеть что-то необычное, что-то олицетворяющее средневековье. А витраж – это у нас в принципе символ готического стиля. То есть когда мы заходим в готический собор, то есть это стрелечные окна, эти витражи, эти краски, играющие на свету, в первую очередь нас отражаются, естественно, в каких-то эмоциях, в сердце. Вообще в контексте взаимодействия ремесленных мастерских «Верес» и музейного агентства происходит соприкосновение с разными уровнями взаимодействия, если так можно сказать. Ведется работа с детьми, с ребятами, которые ограничены возможности здоровья. Я бы, наверное, немного по-другому сказала, с дополнительными потребностями для здоровья. Это и дети, и молодые, и взрослые. Также ведется работа с ребятами, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это трудные подростки, так называемые, и дети-сироты. За это взаимодействие они интегрируются здесь, с помощью получения знаний, навыков. И осваивая пространство крепости, обогащая ее, украшая ее, создают функциональные вещи, тем самым они социализируются в нашем современном обществе. А также ребята, конечно же, получают профессию. Это взаимодействие помогает им определиться в жизни и в дальнейшем зарабатывать своими руками на жизнь. Пришел к этому тяжело, трудно, как все, наверное, люди, которые пропускают все через себя. Первое – это здоровье. У меня с детства трудности всякие были со здоровьем. И первые, наверное, лет пять жизней я провел в больнице. Ну, там стандартный, ну, не буду вдаваться в подробности, стандартный набор, там, всякие операции, комы и так далее. Вот, то есть, поэтому я все понимаю, когда разговариваю с ребятами, которые, там, не знаю, в анвалидном кресле. У меня были отличные родители. Они дали мне старт, да, в творчестве. А я закончил художественную школу, я учился на искусствоведа, но мне не понравилась, в первую очередь, вот эта вот бумажная работа. И сейчас, на данный период, наверное, художниками правят искусствоведы. Это тоже очень сильно роль сыграло то, что музейные работники, допустим, историки искусств, они определяют стилистику современного искусства. И хотелось бы передать то наследие, тот потенциал творческий, который есть у меня, подрастающему поколению. И ребята, которые находятся и в трудной жизненной ситуации, и с ограниченными возможностями, у них намного сильнее мотивация, потому что у них нет никакого тыла, да. То есть у них нет ничего за спиной, и они понимают, что если они ничему не научатся, не научатся зарабатывать руками, а им нравится то, что мы делаем вместе. А что за этот человек? Ну, Иван, занимался футболом 9 лет. Сейчас 16 лет, готовлюсь к экзаменам, подрабатываю Виктора, работаю, продаю товары, он мне платит. Откладываю на телефон, на машину, учиться на прокурору, буду прокурором. Хочется самому не сидеть, урезали на шее. У нас несколько подопечных центров. Коррекционная школа-интернат Лицобиржа и два ресурсных центра. Ресурсный центр Кингисепп и ресурсный центр Ивангород. Это основные категории, то есть ребята подопечные из ресурсного центра или без родителей, или родители, лишенные прав. А коррекционный центр это дети с ОВЗ. Если мы говорим Ивангород, то это трудные подростки, которые находятся в комиссии по делам несовершеннолетних. То есть это три категории детей, молодых, взрослых, которые чаще всего обращаются к нам и которых мы хотим мотивировать для дальнейших каких-то творческих успехов. Ну вообще, в принципе, если брать, так скажем, интеграцию детей, сухость или какая-то правильность, она тупиковая. Если выстраивать какую-то стену, то ничего не получится. Должна быть в первую очередь игра взаимопонимания. То есть с одной стороны не должно быть стены, а с другой стороны ребята должны тянуться. Если этого не происходит, то все напрасно. Я не знаю, что мои руки творят, то я и делаю. Как ты вдохновение ищешь вообще? Не знаю. Оно как-то само приходит ко мне. Я просто что-то люблю. Это тоже, этот момент был у Виктора, мы здесь сделали посуду. И больше всего это заполнялась мне тарелка. Мы там же с рисунками делали. И ну что тебе кинуть? Вот. Сейчас у нас есть несколько проектов. Это тактильные копии греческих хамфор в Эрмитаж. И второй большой проект – это археологические парки в Ломоносовском и в Бокситогорском районе. Ребята из коррекционной школы-интернат делали три месяца бусы на основе древнегреческих оригиналов. То есть мы ездили в Эрмитаж на экскурсии с ребятами. Они смотрели различные экспозиции. И были выбраны предметы, которые наиболее просты в изготовлении. Они три месяца делали. И месяц все мастер-классы, которые были в Эрмитаже, были на основе наших бус, наших изделий. Это вопрос, почему я занимаюсь этими ребятами и почему я занимаюсь творчеством. Потому что творчество, я думаю, вообще связано с какими-то жизнью-смертью. То есть две грани. Если ты не чувствуешь в жизни, существуешь, то, соответственно, в тебе нет творчества. Наверное, мечта – это ученики, в первую очередь, или ученик хотя бы один, чтобы он сохранил то, что есть у меня. А так, в таком глобальном масштабе, это сделать дочку, которая будет притягивать ребят в какой-то центр детский, или для ребят особенных, чтобы все могли себя там чувствовать, как рыба в воде. То есть не надо им было адаптироваться, потому что они все равно среди обычных людей чужие. И это будет всегда. Мне бы хотелось сделать для них комфортную, удобную и, в первую очередь, самую достаточную среду. А мне бы до звезды, а мне бы до луны, а мне бы сквозь людей себя найти. А мне бы босиком, а мне бы хоть струной, а мне бы заболеть самим собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok